Ходотайство. Я могу заявить вам ходотайство. Вон там вот так вот красивки. Должно быть на них два крючка. Всем привет, дорогие друзья. Несколько месяцев назад я решил съездить на рыбалку. Так называемое место река Соломотин-Яр. Из прошлого видео, где меня сотрудник чуть не оформил за ловлю в чаши консольного водосброса Невиновского канала и сказал, что ловить можно Соломотин-Яру. Я вычитал, что его длина составляет 7 километров. Это вот красным крестиком отмечено место, куда я решил отправиться ловить рыбу. Но это не оказалось действительностью. Вот он, этот чаша. Вот получается русло реки Игорлык. И по моему мнению, после уже разбора всего, можно ловить, получается, вот в этом месте. Между Невиновским каналом, получается, и рекой Игорлык. Мне вот очень еще интересно стало. Вот он, белый знак. Я так понимаю, если бы он был бы с красной окантовкой, то это знак проезд запрещен. Но это просто какой-то, блядь, белый знак. И типа все съезды к этой речухе, о, вон там, кстати, костерчик горит, дымок, все съезды к речушке вот этим знаком обустроены. Все, причем. Соответственно, мне вот стало интересно даже, знаете, я бы машину подальше бы там оставил, там на дороге, да, как всем. Но я проеду. И вот мне интересно, меня смогут кто-то оштрафовать вот за вот эту белую табличку. Так, вот мы подъехали. Там, кстати, сейчас хочу заснять, может, лучше. Вон там. Вот так вот, красивое место там. Да, красивое место. Но потом, как мне стало известно, в дальнейшем там осуществляется платная рыбалка и отдых на запрещенном месте. Это, да, река Игорлык. И они поставили там шлагбауны, то есть полиция не может проехать. И вот на всем красной точке там ловят рыбу за деньги люди, приезжающие. И полиция никак не может туда пройти, не составить протокол. А если даже туда полиция навещает их, то они просто заранее им сообщают, что вот подъехали полицейские, достаньте удочки с воды. Как бы отдыхать там можно культурно, а вот вылов биологических ресурсов запрещен. Костры вот так вот нельзя сжечь. Оно должно быть специализировано. Ну, то есть мангал. Вот так. Сейчас отчитаем от водоема 50 метров. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, тридцать, сорок. Ну, 43 метра. Отъедем сейчас. Разгрузимся. И отъедем. Не будем нарушать. Местные инспектора обычно штрафуют, если ваш автомобиль стоит менее 50 метров. Но на самом деле длина реки и горлык 348 километров. И автомобиль нужно ставить более 200 метров от водоема. Хочу, чтобы когда подъехал инспектор или мусора, полицейский, извиняюсь, они же не все мусора, есть и полицейские. И я им показал болтик на 32. И все, и дальше продолжил рыбалку. Кто бы мне не портил настроение, не поднимал давление. Переделал я эти жемхоловки. Должно быть на них два крючка. Ну, еще вот сплетенки здесь увеличил. Два крючка максимум можно использовать. Вот такая вот каша-малаша из червяков. не хочет фокусироваться. С Настей заброшенным можно и пообедать. Как в детстве картошечка, сало, яички, хлебушек. недолго музыка играла, нагрянули блюстители закона. Пойдем встречать их. Интересно, сюда приедут. Да, 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 сюда. Пойду, пойду. Здрасте. По мою душу приехали. поясняйте, фотографируйте. Камеру, пожалуйста, выключите. Ванны выключены. Ну, уберите ее тогда, пожалуйста. Не, 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 не. Видеосъемка. Вы свои камеры тогда уберите. Послушайте, послушайте, послушайте внимательно. У нас есть камера? Вы имеете право ввести аудиозапись, и если видеозапись будет где-то выложена, вы будете, может, вы подойдите в суд, и вы привлечете меня. государственная спектра, сидельников Сергей Борисович. Сидельников. Вы находитесь на реке Ягорлык. Никак нет, я нахожусь на реке... Сначала давайте я скажу, потом вы скажете. Вы находитесь на реке Ягорлык, и занимаетесь рыбной ловлей в запретном месте, круглогодично в запретном месте. Поэтому сейчас вы собираете свои удочки, удочки мы изымаем, на вас оставляем административный протокол, и вы отсюда уезжаете. Посмотрите, вы мне поясните, эта река, как я по картам посмотрел, Соломонин Яр, или как-то называется, эта река. Значит, вот этот Яр, про который вы сказали, он находится от чаши водосброса и 7 километров до реки, до впадения от чаши. и там он заканчивается, Соломонин Яр. Он там он заканчивается. Соломонин Яр здесь, 7 километров от чаши. Пойдемте. Вон она, банда. Юго-восточная поселка Приозерный. Происходит изъятие двухколенного спиннинга коричневого цвета с катушкой и двух так называемых дунных уточек в простонародье закидушек. Мне необходим документ, удостоверяющий личность? Я же вам представился. Мне, мне, мне. А вам? Да, конечно. Документ удостоверяющей личности. Если у вас есть паспорт, то паспорт. Если водитель скажет достоверение, то... Нет, у меня есть документ удостоверяющей личности. С местом проживания, да? Конечно. Место проживания, так вам скажу, может быть. Нет, нам нужно посмотреть. Будем доказывать у судья. Да, возьмите. Да нет, ну что вы мне рассказывали. Пожалуйста, я вас... Ты попросил вас, пожалуйста. Ну, думаю, я вам рассказываю на вашу просьбу. Ну, давайте, пожалуйста, я сейчас соберу и уеду отсюда. Ну, что вы снимаете автомобиль сужину? Да какая разница? Какой он? Ну, не ездите. Ворать, подставьте его. В интернете пора явится? Да вы, мне уже сказали, что вы можете пойти написать в суд, что я вот такой-то, такой-то. вы будете привлечены к уголовной ответственности. Ну, как это? Ну, вы пойдете в суд, напишите на меня заявление, скажите, я такой-то... У нас ли это есть свои люди? ...был при исполнении служебных обязанностей. Нет, ну, я даже могу так, чтобы больше видно было, где составляют, потому что я непосредственный... Да, я же вот все именно просил, чтобы он не машинный. Да нет, да я все-все могу снимать. Тем более вас. Вы же на службе находитесь. Ну, вообще-то запрещено снимать сотрудника. Ну, где такое... Если, понимаете, если что-то запрещено, вы меня накажите за это. Все. А ну, так. Знаете, 119-й приказ губернатора Ставропольского окраина? Знаю, знаю, знаю. На вашу честно написан протокол. Ой, разозлил, разозлил полицейского. Давайте, я тоже обязательно в суд схожу и к вам, с вами. Конечно. Ваше право. Напугали. А вы это, хоть представьтесь. На чем представлялся? Я не помню. Представьтесь, пожалуйста. Товарищ, кто вы там позвоните? Сержант. Шпаковский отдел полиции, сержант отдельного взвода. Покажите свое удостоверение. Камеру выключить покажу. Выключу. Нет. Вы согласны? Нет, конечно. Не нарушаете, да, самая задача? Не нарушаю. Как вам кажется, можно говорить? Я с вами не разговариваю. Я с вами не разговариваю. Ну, молодцы. Я с вами не разговариваю. Это тут он такой борзый. Но когда он в качестве свидетеля прибыл в суд и отвечал на вопросы, он был совсем другим человеком. За то, что я пререкался и не боялся этих сотрудников, старший патрульно-постовой службы решил меня наказать и составить протокол за нарушение режима самоизоляции. Ну, ихняя безграмотность их же и наказала. Они его составили с грубейшими нарушениями. После чего они мне уже через две недели позвонили. Я указал на их ненарушения и они даже побоялись передать документы в суд. Ни один сотрудник ни в маске, ни в перчатках говорят о какой-то самоизоляции. Все без перчаток и без масок. Им откровенно наплевать на всех. И вся. Они только могут пользоваться своей властью. А почему вы без масок? Товарищ полицейский, который ведет против меня материалы составляет. Почему вы без маски? Игнорируют. Наверное, разрешили без масок ходить вам. Посмотрят все, как вы. Было бы очень хорошо, если бы к этому фильму, который вы сейчас снимаете, вы бы еще решение суда бы приложили, судья вам скажет. По поводу сломательного яра. Конечно. Чтобы он объяснил. Да, да, да. Это было бы замечательно. Я в смысле и этот полностью фильм. Чтоб мало ли, если я окажусь неправ, чтоб кто-то неповторимый... Конечно. Дорогие друзья, там рыбалка и вправду запрещена. Я советую вам не нарушать действующие законы. Полицейских бояться не нужно. Я потратил несколько вечеров, чтобы полностью изучить видео, изучить протокол и найти в них косяки, чтобы защитить себя в суде. Ну, и я их нашел. Все будут спрашивать, чем это закончилось. Конечно. А закончилось это тем, что прошло два судебных заседания в мировом суде, где первое было предварительное. Я вызвал всех свидетелей. Свидетели были сотрудники ППС, которые пререкались со мной. Я их допросил, составил там план допроса. Все прям замудрено. Ну, и самое основное послужило, что протокол, который на меня сейчас составляли, признали недействительным, потому что мне не разъяснили мои права. Это самая такая грубейшая ошибка, которую допустил сотрудник рыбинспекции. Я вам открою секрет, она для меня не начиналась. Я как свободно передвигался, так и передвигаюсь. Это я вам высказал свое мнение за режим самоизоляции. Я считаю, что никто не вправе меня удерживать дома, что это незаконно было. Да, принимать какие-то меры, чтобы не распространялась эта страшная болезнь, инфекция, вирус. Это да. Я не контактировал ни с кем, находился один в поле. Как они смеялись, что я находился в пяти километрах от населенного пункта. Что я нарушил, я не понимал. Мне было очень весело это все наблюдать, как они пытаются что-то сделать, но у них ничего не вышло. Ты там напиши. Он пререкался, и мы решили на него что-нибудь составить. Ты мне не тыкай, друг. А что, мне выкать, что ли? С тобой вообще не разговариваю. Я с тобой не разговариваю. Да, это я сам решу, я сам решу, что мне делать. Камеру выключу, если такой героин. И что, камеру выключи? Что, ты пугаешь, что ли? Да, когда они пятером, а я один, они все крутые. Герои в форме. Да, это и без формы могу. Да, давай, давай. Он думает, что форма меня спасает, а не его. Уверенности в себе, конечно, нашим сотрудникам полиции не отнимать. 2020 года номер 411 с покупками 3.2 3.4 пункта 3 постановления губернатора Старопольского края от 26.03 до 2020 года номер 119 первых действий на территорию Старопольского края ограничительных и иных мероприятий недопущения распространения как увидит нас находился около 4,5 километра восточного поселка Привозерного реки и горы правый берег. Отказываетесь от подписи? Я отказываюсь от подписи протокола, но я копию протокола хочу получить. Вы копию протокола мне дадите? А зачем вы отказываетесь? В смысле? Я не отказываюсь от получения копии. Копию дайте мне материала, который против меня вы составили в отношении меня. Гражданин, вы приду к свидетелю отказываетесь, все, до свидания. Это грубейшее несоблюдение закона и моих прав. Но из телефонного разговора с более умным сотрудником полиции он поймет это и через 5 минут отдаст мне копии. Ну, дайте мне копию. Копию он дадит? Да. Вы мне отказываетесь сейчас копию материала предоставить? Гражданин, в отношении вас я составил административный протокол, в котором... Даже судья, посмотрев видеозапись, сказала, почему вы так нарушаете? Вы просто человека нападаете со всех сторон. Написано, что 8 числа мая 2020 года около 15 часов 10 минут в ходе проведения мероприятий по контролю надзору охраны водных биологических ресурсов на территории... Административный ответ за совершение данного правонарушения предусмотрена частью 2 статьи 8.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Я предлагаю вам дать объяснение, подписать протокол и получить копию. Вы будете давайте объяснить? У меня есть ходатайство. Я могу заявить вам ходатайство? Заявляйте. Я сейчас отправляюсь в автомобиль для составления ходатайств. По данному материалу... Вы сейчас мне дайте ходатайство. Я сейчас вам письменное ходатайство напишу на бумажке. Ожидайте. Написал я им два ходатайства, что мне нужна помощь защитника и чтобы меня ознакомили со всеми материалами дела. А не инспектор принял ходатайство, но не рассмотрел их. Очень хорошо, если вот к этому фильму, который вы сейчас снимаете, вы бы еще решение суда бы приложили, к судя вам скажет. А вот и самое интересное. Это решение мирового суди Шпаковского района. Вы все убежаете? Все? Кто там? Вы все сами видели, как я себя вел, как вели себя сотрудники полиции, инспекции. Я ни в коем случае не призываю вас совершать что-то подобное. Это было сделано, чтобы показать вам, что за это грозит, как вас накажут. Штрафы от двух до пяти тысяч с конфискацией имущества. Не очень приятное дело. Так что берегите природу, не нарушайте закон, не мусорьте, оставайтесь людьми любой ситуации. Всем спасибо за просмотр. Всего хорошего.